сколько всего написано о приседаниях снято обучающих и мотивирующих видеороликов но все равно люди продолжают совершать смешные и порой глупые ошибки которые и становятся причиной травм и недомоганий если вы грамотно выполняете движение то никакие травмы вам не страшны запомните это и перед тем как перейти к работе с весами научитесь технически грамотно работать с пустым грифом бодибаром или даже палкой от швабры неважно как много времени это займет пусть даже пару месяцев а именно так и должно быть тем самым вы запишите технику себе на жесткий диск выражаясь компьютерным языком для чего это нужно это просто необходимо для качественной а главное безопасной работы с железом задумайтесь когда у вас на плечах сотня другая килограммов вы должны думать только о том как стать с данным весом вы не должны думать правильно ли вы выполняете приседания правильно ли вы заняли стартовую позицию ровный ли у вас позвоночник не выпрямляете ли вы колени верхней позиции не выводите ли вы их вперед при начале движения все эти технические характеристики упражнения и многие другие не должны крутиться у вас в голове и сознании все они на уровне подсознания должны быть прописаны там иначе это будет отвлекать вас от основной работы как вы думаете сколько штангисты отрабатывают свои движения толчок и рывок с деревянной палкой а затем и с пустым грифом чтобы довести их до автоматизма чтобы действие превратилось в навык я специально не буду говорить сколько кому интересно сам найдет эту информацию лучше всего пообщайтесь с кем-нибудь из представителей данного вида спорта скажу лишь одно продолжают они это делать на протяжении всей своей карьеры это жизненно важно для них ибо когда штангист подойдет к снаряду на соревнованиях или даже на тренировке он должен думать только о том чтобы поднять его вверх над головой если он будет отвлекаться на внутреннее контролирование каждого технического действия на протяжении разных фаз упражнения что с ним будет вот теперь еще один очень важный вопрос для чего же все-таки кроме сохранения здоровья штангисты отрабатывают месяц за месяцем год за годом на протяжении всей своей карьеры все свои основные соревновательные движения все очень просто только при идеальной технике спортсмен способен поднимать огромные веса они из-за того что он такой сильный конечно никто не опровергает силу тяжелоатлетов но один и тот же человек при идеальном техническом исполнении поднимет гораздо больший вес чем при корявом вот и потеют молодые парни середнячки и даже опытные атлеты до мельчайших нюансов отрабатывая технические действия на протяжении всей своей карьеры с пустым грифом и деревянными палками так поступают все представители силовых видов спорта и других кстати тоже что же происходит в тренажерных залах а сейчас еще и в кроссфит центрах просто страшно людей чуть ли не с первых дней нагружают на приседаниях и становых тягах жимах лежа и стоя а потом мы получив травму виним упражнения а не тупого инструктора из самого себя что не прислушивались к своей интуиции и было неудобно послать этого дебила подальше запомните идеальная техника это залог вашего здоровья и тяжелой продуктивной работы с тяжелыми весами это уверенный прогресс в заданных вами задачах и целях другого пути нет все другие пути приведут к травмам и разочарованием перед тем как переходить к работе с отягощением а для некоторых даже с пустым грифом в 20 килограмм необходимо осваивать технику движения с палкой от швабры или с бодибаром на это может уйти неделя месяц или больше но это того стоит ибо если вы думаете что отстанете от графика или друга который начал тренироваться одновременно с вами вы ошибаетесь научившись правильной техники и доведя ее до автоматизма или по-научному превратив ее сначала в умение а затем и навык вы выйдете на недосягаемый уровень для тех кто начал свой путь в тренинге сразу же работая с весами и что еще очень важно после того как вы выработаете умение наработаете умение превратите его в навык вы больше никогда не будете задаваться вопросом мотивации ибо все это превратится в привычку кому непонятно советую полазить по инету и почитать об этом но большинство читающих мои статьи слушающих видео уроки мыслящие люди я уверен без лишних объяснений понимают что к чему почему большинство бросают свои тренировки пытаются искать какую-то мотивацию вместо того чтобы наработать ее внутри себя давайте еще немного ознакомимся как и что и откуда вытекает в целях развития способности управлять своими движениями познания закономерности движения своего тела мы с вами должны обучаться технике выполнения любого упражнения после чего возникает умение его выполнять после по мере дальнейшего совершенствования умения переходит в навык и умение высшего порядка умение характеризуется сознательным управлением движением вы сознательно контролируете каждую из вас движения подстраивая ее под свои возможности и способности анализируете само движение и работу своего тела в нем умение это способы успешного выполнения действия соответствующие целям и условиям деятельности они всегда опираются на знания главное в управлении умениями заключается в обеспечении безошибочности каждого действия возможность приспособления системы навыков к изменяющимся условиям деятельности с сохранением позитивных результатов работы вы понимаете что даже после того как превратите свое умение приседать с пустым грифом в навык и начнете работать с более тяжелой штангой набавляя вес за счет блинов вам придется постоянно совершенствовать свою технику и формировать ее все новые и новые умения и навыки умения в отличие от навыков всегда опираются на активную интеллектуальную деятельность продолжая тренировки направленные на освоение техники мы постепенно формируем двигательный навык при сохранении относительно постоянных условий обучения но при росте количество повторений либо веса двигательный навык оптимальное владение техникой движения полностью автоматизированная и контролируемая только на уровне подсознания навык составляют полностью автоматизированные компоненты действий сформированные в процессе упражнений его роль заключается в освобождении сознания от контроля над выполнением приемов действия и переключение его на цели и условия действия физиологической основой навыка является образование в коре больших полушарий устойчивой системы временных нервных связей и их функционирование динамический стереотип обратите внимание на словосочетание система временных нервных связей да вы все правильно поняли если не практиковать постоянно какое-либо движение с целью поддержания и сохранения и даже улучшения этих нервных связей система связей распадается и вы потеряете навык и умение это к вопросу почему тяжелоатлеты на протяжении всей своей карьеры неустанно отрабатывают свою технику двигательные навыки это освоенные и упроченные действия которые могут осуществляться без участия сознания и обеспечивают оптимальное решение двигательной задачи вспомните те кто водит автомобиль когда вы уезжаете в отпуск и неделю-две не садитесь за руль возвращаясь вы чувствуете какой-то дискомфорт но это всего лишь отсутствие работы и вы теряете умение навык не избавляетесь за это время от него полностью но все-таки вы ощущаете это на себе при формировании двигательного навыка в центральной нервной системе последовательно сменяются три фазы нервных процессов первое это объединение отдельных элементов движения в целостное действие и радиация нервных процессов с генерализацией ответных реакций и вовлечением в работу многих мышц при первых попытках выполнить новое двигательное действие в коре головного мозга возбуждаются одновременно нервные центры обеспечивающие выполнение данного движения и соседние не участвующие в работе движение закрепощено второе это концентрация возбуждения улучшение координации устранение излишних движений ненужных движений после неоднократных повторений нервные процессы в коре головного мозга постепенно локализуются в тех центрах которые непосредственно обеспечивают выполняемое движение формируется двигательный навык и третье это стабилизация высокая степень координации и автоматизации движения умение высшего порядка выполнения двигательных действий автоматически без непосредственного контроля сознания включение только тех групп мышц которые обеспечивают двигательное действие как вы считаете понимая теперь весь процесс формирования правильной техники движения возможно ли сформировать все вышеперечисленное за неделю или даже за месяц конечно же нет привычка это компонент действия в ее основе лежит потребность как говорилось выше она формируется после того как вы превратили свое умение в навык это к вопросу о мотивации но зачем нам думать о мотивации когда у нас есть потребность вам нужна мотивация чтобы есть пить спать заниматься любовью уверен что не нужна точно также превратите свои тренировки в потребность через формирование привычки и вы больше никогда в жизни не будете думать о мотивации больше того все кто постоянно находится в поисках этой мифической субстанции просто-напросто занимаются ерундой вместо того чтобы тренироваться грамотно начиная с освоение техники которая приведет к умению и далее по списку приведет к потребности переходим к основной теме выпуска амплитуде движения вы часто слышали что амплитуда движения в приседаниях должна быть ограничена приседанием до параллели бедер с полом или даже выше якобы это безопаснее для коленных суставов чем глубокий присед но на самом деле все наоборот то что нам говорят в залах ошибочное мнение и остановка с приличным весом на плечах в таких точках как параллельно полу и выше гораздо сильнее больше наносит вреда коленному суставу нежели глубокий присед но все в залах будут продолжать впаривать вам этот миф который на самом деле ограничивает ваше развитие в силе и массе но что гораздо хуже вредить вашим суставам амплитуда должна быть полной и опускаться в присед нужно настолько глубоко насколько вы можете это сделать при соблюдении идеальной техники это очень важно ибо когда вы пытаетесь остановиться в любой точке амплитуды вы тормозите не только мышцей но и суставом представьте себе что вы едете на автомобиле и резко тормозите тормозные диски включаются в работу и останавливают автомобиль стираясь гораздо быстрее экономичного режима вождения но диски вы всегда можете поменять и нет проблем с коленным суставом так не поступишь и просто так их не заменишь а когда вы пытаетесь остановить движение в приседе в середине амплитуды вы поступаете со своими суставами точно так же как с тормозными колодками и дисками во время резкого торможения гораздо безопаснее опускаться в глубокий присед ровно настолько насколько это возможно при грамотной технике повторюсь грамотная техника превыше всего и именно она определяет амплитуду и глубину вашего приседа ясное дело что вес штанги придется слегка понизить и результат будет выше чем при укороченных приседаниях но главное вы сохраните колени здоровыми что значит опускаться настолько глубоко насколько позволяет техника это значит что опускаться нужно до того уровня пока ваша поясница сохраняет свое естественное положение и не начинает клевать все знают что это такое если вы самостоятельно не можете проконтролировать то попросите кого-нибудь опытного и грамотного кому вы доверяете проконтролировать вас несколько раз во время приседания со стороны и подсказать когда это клевание происходит если оно происходит через некоторое время вы сами начнете чувствовать это и контролировать себя без посторонней помощи найдется много несогласных со мной которые будут продолжать утверждать обратное но я хочу вам привести один факт с которым сложно спорить если вы конечно в теме столько же долго сколько и я а я уже более 25 лет занимаюсь этим делом так вот я знаю много культуристов бодибилдеров и лифтеров и тяжелоатлетов поменьше правда и если сравнивать качков с силовиками то не нужно объяснять кто работает с более тяжелыми весами и тем более объяснять то что все силовики приседают глубоко или очень глубоко иначе им просто не засчитают попытку на соревнованиях как вы думаете у кого в процентном соотношении больше и чаще болят коленные суставы да именно у нас у качков у семьи из десяти посетителей тренажерных залов болят колени а хрустят у еще большего числа занимающихся но все все равно продолжают слушать горе инструкторов о вреде глубоких приседаний приседания вредны только тем кто выполняет их безграмотно запомните это а лучше зарубите себе на носу практически любое упражнение безопасно при идеальной технике если у вас есть проблемы с суставами то не ищите причин в опасных упражнениях это глупо и смешно лучше обратите внимание на себя на свое отношение к разминки к технике к заминке к растяжке к плану питания к тому достаточно ли вы пьете чистой воды достаточно ли жиров в вашем рационе и так далее и тому подобное не упражнения виноваты в ваших бедах а только вы сами вот вам и ответ я конечно люблю теорию и постоянно изучаю ее но я больше верю практике а практика подтверждает именно мою версию происходящего да и к тому же я наслушался в свое время врачей теоретиков о межпозвоночных грыжах и протрузиях когда столкнулся с данной проблемой они лечили меня почти три года и довели до такого состояния что я испытывал боли даже лежа в постели с семью обезболивающими таблетками меня не покидала боль в итоге я сам взялся за свою реабилитацию и лечение изучил все что только смог найти и уже через месяц боли ушли а сейчас я уже приседаю 200 килограмм на пять повторений и тянув тяги на шесть хотите иметь здоровые коленные суставы хотите иметь прогресс в росте массы и силы приседайте глубоко ровно настолько насколько можете это сделать при идеальной технике только такая техника гарантирует вам безопасность упражнения и отдачу от него многие грешат на плохую растяжку и что якобы это мешает им глубоко присесть если даже это и так что в большинстве случаев не является истиной то только обучаясь правильному приседу под присмотром знающего человека с доступными весами вы сможете развить в себе и растяжку и научиться правильному безопасному и эффективному выполнению упражнения если остаются вопросы задавайте их в комментариях я на все обязательно отвечаю много приходит повторных вопросов смотрите мои предыдущие видео читайте статьи в соцсетях и на моем сайте следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока